В главах 2-й, 3-й стих. Не отверт Бога народа своего, который Он наперед знал. Или не знайте, что говорит Писание в повествовании о библии. Как Он жалуется Богу на Израиле, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался Я один, и Моей души ищут. Как раз сегодня и день пророка Ильи. Человеческие знания, без откровения Божие, какие бы высокими ни казались, они очень мелкие, ничтожные. Бог знает, почему Павел говорит, что мы имеем ум Христов. Ученик-учница, он может сказать, что частички ума своего Учителя он уже имеет. Все не знают, ученик не выше Учителя. Мы имеем ум Христов, и наш ум никак не должен быть против Писания. Ум Христов отображается в Творении, первая книга, и вторая книга – это Библия. Просто запомнить какое-то, две книги. Одну книгу считают все. Верующий, неверующий, неверующий он слепой, на ощупь идет. А верующий, мусульманин, буддист, он также удивляется как христианин. Какое-то у него повествование о Творении, и он все равно высылает за всю благодатность тому, кто выше него. Здесь апостол Павел говорит о народе своем, об Израильском. Никто так вопрос не ставил, как он. Евреи знали, мы избранные. Да, мы грешники, но мы избранные. Как бы мы ни грешили, Бог будет бить, наказывать, перетирать. Но мы избранные, он нас простит. История подтверждала, что действительно, часто Бог их прощал. Вот где у нас что потеряно, ушло, русские территории, их никогда уже не вернули. У Израиля где-то почти две тысячи лет находились чужие народы. В 1948 году, 21 мая, образовалось Инжальское государство по решению ООН. Евреи туда потянулись, перережали. И сегодня ведь это чудо. Более одного миллиарда мусульман, и они страшно ненавидят евреев. У евреев узенькая полоска земли. Посмотрите на карте. Там значок стоит, цифра, допустим, 53. Там написать негде даже слово «Израиль». А внизу с Москер, какое государство под этой цифрой. Они как у нас. Буквы раскинуты. На 1-6 час, слушай, не поймешь, что там написано. Буква от буквы на километр стоит. И с ними этот миллиард ничего не может сделать. Они теснят мусульман отовсюду. Если сейчас идут такие изыскания на горе Мариа, ее так называют храмовой горой, чтобы построить храм, там что-то еще скрывается. От меня сокрыто, что именно. Может быть, они подводят взорвать мечеть, которая там стоит, святыня для всего рабского мира. Может быть, как-то подготовят мнение народное. Но сейчас, если сделать, израильтяне будут просто волной накрыты. Но как-то будет сделано. Указания нет, что на горе Мариа храм должен быть. Он там и был. Но с какой стороны? Как знать? Но Бог знает. И обращаясь к Богу, мы получаем ответ. Что Бог не отведет народа своего. Сегодня есть только одна нация, которая конфликтует со всеми нациями мира. Это евреи. Это особая нация у Бога. Искусственно создать вот такой народ нельзя. Это единственная нация в мире, которая не имеет неграмотных. Вы еврея не встретите, чтобы не умел считать. Нет. Вы еврея не найдете, чтобы он валялся на сморке пьяный. Определенно могу сказать. Все до одного. Имеют определенную цель. Спроси, какая это моя маленькая еврейка? А она знает. И построит третий храм. И там придет наш Мессия. Бог абсолютно определенно сказал, остаток спасется. Илья думал, все погибло. Ну, видел, что все отступники идут против Бога и Его. И вдруг Бог его открывает. Илья, ты один спасаешься. Я один остался. А Бог говорит, я семь тысяч соблюл, которых никто не знает. Илья ошибся в семь тысяч раз. Что же он про нас-то говорит? Откуда мы знаем, кто спасается? Каждый утверждает, что его конфессия. Он два перста поставил, спасется от Риди, спасется. Или наоборот. Бог знает. По Писанию, если говорить сейчас, то собрать бы сейчас здесь и православные, и католики, и баптисты. И какая-то сидела бы комиссия, страшно сказать, из ангелов. Ну пусть из людей первого века. Ведь мы через эти двери можем не провести. Сколько же у нас всего накутано в православии? Главное, сохранилось только положение, таинство в церкви и все. Библии как будто бы вообще ее нет. Никто не смиряется. Уж я думаю, редко кто столько занимается сарковными вопросами, как я. Я всего освобожденный. Больше десяти часов каждый день я сижу. Каждый день занимаюсь. И скажу, что все неизвестно. Все время запрашиваю новые и новые материалы. Путают. Вот представьте, за последние только недели я перебрал, пересмотрел более десяти тысяч материалов. Тысяч. И самое страшное. Ни одного нет, по слову Божьего. Близко где-то есть, рядом. Воспитание детей, хорошо говорят. А остальное от вымыслов человеческих. И очень часто видишь люди хорошие. Я бы хотел с ними встретиться. С какими-то встречался. Историки, пилософы, профессора там пишут. Я лично их видел. Они ко мне на дом приезжали. Но они прямо по слову Божьей нигде не говорят. Господь знает своих. Но это знание он передает нам. Что нам нужно знать? Если у нас слуха Христов. 1 Коринфянам 6.2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достоины судить маловажные дела? Да какой суд? Судить целую вселенную Бог нам доверяет, верующим. Ты скажешь, у меня нет юридического образования. Ну как по-земному сказать. Это не имеет значения. Бог глухом святым это открывает. Я в прошлый раз говорил. Явись сюда Христос, чтобы нужно было просить. Всем вопрос можешь задавать. А правильный ответ найдешь очень редко. Даже я сказал, правильный самый ответ это проси Духа Святого. Чтобы он на тебе был. Когда прощался Елисей с Ильей, он как раз это и сказал. Чтобы Дух, который на тебе вдвойне на мне был. Почему ст. Рафинцаровский сказал, говорит, главная цель жизни стяжание Духа Святого. При обретении его. Больше. Дух Святой будет, никаких вопросов у тебя не будет. Они все будут разрешаться. Притом ты всегда будешь на правой стороне. При обретении Духа Святого. Оно не так говорится в Священном Писании. Оноитие Духа Святого. Возможно только при полном отречении от самого себя. А это самая трудная ступенька. Отвергнись от себя, чему ты научил, какой характер. Отвергни. Это уметь нужно делать. Вот мне говорят, не так Слово Божие, говорит, прости. А я сказал, не так я сказал. Бог вот как говорит. У православных-то этого совсем нет. Нас нечем остановить. И получается, в данном случае, мы поступаем хуже безборщиков. Как Златоуз говорит, хуже Иритий Коффа и хуже Сатаны. Ну уж не хуже, что Сатаны. Я говорю, хуже. А почему? Да Христос говорит, написанный, Сатана замолчал. Он три раза отвечает на горе скушения. Написанный, Сатана подпятился. Новый вопрос подыскил. Сатана ни разу не возразил. А у нас в верующем говорит, что вот написано, открывай Писание, он перепрыгивает, пошел дальше. И убедить совершенно невозможно. Но попробуй сегодня убедить патриархию, что эвкуменическое движение Всемирного Совета Церкви, это право образца и антихриста. Там все прямо говорится. Там такое злодейство, такое беззаконие уже высказать нельзя. Однополые браки венчают, епископы, мусексуалисты. Мерзость одна. И доказать ничего нельзя. Никому ничего нельзя доказать, если нет страха Божия. Уперся каждый мир со своё болото. Спасение возможно тогда, когда Богу, Духу Святому, Третьему Лицу Троица, в нас будет простор. И Он так легко будет нас разворачивать. Слушай, брат твой. Теперь слушай, что Господь скажет. Скорее открывай Писание. Садись и смотри. Разве не знаете, что мы будем судить мир? Да. Окрестные народы, которые вокруг нас, они разные причины найдут, почему они не верят. Разговариваешь, а почему ты в церковь не ходишь? А я Попов не люблю, я в душе верю, и вообще в церковь не ходят. Начинаешь ищешь, что на всё ответ есть. Пока даже ответ только вот такой должен быть. А почему такой? Да кто и в Библии написал? Почему вы так стоите за это? Это же не конечная инстанция истины. Конечная. Бог сказал, да умолкнет всякая дверь. Вот это мы должны знать. Нам Бог дал великое будущее. Мы, верующие, на суде Божьем будем говорить. Я жил в этой же местности, учился в советской школе, и я ему веровал. И ты мог уверовать. Вот в чем дело. Сариса Савская будет судить еще. Шахтер Исидону отродить будет. Они говорят, покаялись, говорят. Проповь Диодины. Диане 13.48 Язычники, слыша это, радовались. И прославляли Слово Господне. И уверовали в все, которые были предоставлены к вечной жизни. Слово Божие говорит о том, что наперед Господь знал, кто из язычников придет. Нас интересует. Вот моя мама, она всегда говорила, хотела бы, смотри, чем у вас все закончится с потеряемкой. Ну, она не масштабно мыслила, но самое главное, она хотела видеть. Я скажу, я тоже думаю об этом. Как все будет? Но мы с этим стараемся прервать. Будь семи пядей во лбу, все обдумай. Но один маленький камешек, одна замостка, и все переменится по-другому. Заражение крови, человек умер. Маленький камешек может изменить направление пули. Все будет не так. Поэтому, когда доверяемся Богу, а события сложатся как Богу угодно. Ты только славь Богу. Сегодня я не понимаю, но я благодарю вам. Господь знает нас. Деяние 15.18. Ведомо Богу от вечности все дела Его. Богу известны дела Его. Дела Его заключаются в том, что Он заранее Бог все это распределил. Будет революция, будет уничтожение храма, священников. Потом вот репрессии пройдут, война закончится. Но потом застойные времена, и придет перестройка. Никто не знал, что дальше будет. Какой крах постигнет русский народ. И сегодня задача поставлена прямо к 20-му году. Русских людей оставить, может быть, не больше 10 миллионов. Всего. Полное уничтожение. Первая программа, которая была там, бостонский проект. Вот сейчас в Хьюстонске уже дорабатывают. И все к этому идет. Что в школах делает безумный этот разврат, насаждение, бездравственности. Никакого рождения нет. Русская нация просто уничтожается. А остается только на обслуживании этой магистралии, на самых грязных химических заводах. Вот и все. Уже все распределено, кому где быть. Но Бог силит коррективы внести. И будет совсем не так. Кого назначали убить, тот останется живой. А убийца Шродовец сам погиб. Вполне. Деяние 3.17. Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Неведение – страшный грех. Оно привело к распятию Христа. Если бы было правильное веяние, они бы понимали, он родится от Девы, Дева Парея. Вот это не проверишь. Дальше из колена Иодина предсказано. Похоже. А теперь благовестие, воскрешает мертвое. Ну сходится. Когда знаешь о Христе все, ну так оно и должно быть. Ведь не случайно мы беседуем, когда с людьми, с еретиками. Они грамотные в своем роде. Начинаешь беседовать. Ну коротенькая беседа пройдет, у них все рассыпается. Он ничего не может сказать. Вот мне вчера сходите за береги, хороший человек. Ну там каждые минуты дорого стоят. Нет, говорит, минут сорок, около часа. Опять схватился за иконы. Зачем у вас иконы? Я говорю, ну ведь в храм же был. И храм этот Зарававелев. Весь был в иконах. Какие там еще иконы? Да и Сихирия 41 глава. И он тут же открывает, смотрит изображение. Так где икона? Тут только изображение. Так изображение-то и есть иконы. Ничего не понимали. В оригинале стоит и икон. Иконы. И апостолы шли в храм. Сейчас в третьем. Они шли после дня 50-ти. Они иконы приняли. А откуда это известно? Да откуда Бог сказал? Дом мой. Он не сказал капище мое. Дом мой. Он его своим назвал домом. Дом, в котором иконы не висели, как у нас в один ряд. А написано от пола до потолка все в иконах было. С нулей и снаружи храма. Ну написано же. Ты же кроме Библии ничего не знаешь. Он не понимает. Потому что благодати освящающей нету. Мы не на другом уровне по нему идем под благословение. Священие благословляет, очищается. Что здесь случается? Какие полщища демонов от нас отходят? Мы не знаем. Но нам открыто это через святых отцов, которые молились, просили Бога. Ведомы Бога ответственности дела его. Евреям один-один. Бог многократно, многообразно говоривший из древних пророков. Значит, мы Бога узнаем и хотим узнать, где он говорил? В пророках. А что он говорил? Ну, читаем пророков. Открой, где упрок колеса и посчитаем. Где упрок и языки, или открой. В каком виде Бог являлся? А разве Бог показал себя? Славу показал свою. Колесо в колесе, вращается, сверкает. Глаза на ободе. Картина эта вообще потрясающая. Что это такое? Но Бог в таком виде, Бог не такой, но Он так себя явил. Из древней Бог в разных пророках говорил. Он говорил. И поэтому, если ты этому не веришь, что Он говорил, и скажешь, это под сомнение ставится, веры никакой нет. Вообще тогда ничего нет. Единственная книга, достойная полного доверия и всякого исследования, это Библия. Мне приходит иной раз мысль. Ну почему эту книгу завезли в канон? Вторая я порой упомянул. Там одни имена идут. Одни названия, кто родился, и не провернешь на языке. Надо означать. А другие были важные дела, которых хотелось бы узнать у Павла. Ну почему он не написал прямо? Детей не надо крестить бы. Ну все одно предложение. Или детей не надо крестить, ну одно предложение. И сколько бы по-другому было. Или рукой креститесь, два перста или четыре. Ну одно предложение. А там целые книги, где вообще взять нечего. Одни имена, имена, но она книга священная. И мы это должны знать очень смертно. Так Бог сказал. Иеремия 18, 19, 23. Вот Бог говорит, а человек слушает. Это через Писание. А теперь пророк молится. И говорит, внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Обычно молятся так. Ты меня услышь. А кто враг молится, пусть он в темноте вормочет, а ты его не услышь, Господи. А он говорит, услышь. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою перед лицом твоим. Чтобы говорить за них доброе. Чтобы отвратить от них гнев твой. А они против меня молятся. Итак, предай сыновей их голоду. И подвергни их мечу. Да будут жены их бездетными. И в доме. И мужья их добудут поражены смертью. И юноши их умерщвены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их. Когда приведешь на них полки внезапно. Ибо они роют яму, чтобы поймать меня. И тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их. И греха их не избрать перед лицом твоим. Да будут они низвержены перед тобою. Поступи с ними во время гнева твоего. Какая страшная молитва. Мы должны заучаться молитвами святых. И никогда их не огорчать. Не огорчать не доверяем. Как ты услышал Слово Божие? С полным вниманием. Слушай, брат твой. В каждом изречении Библии что-то закрыто там, под двойным, тройным покромом для меня. Вот что я прочитал, я все вижу для России. И жены остались одни, и бездетные, и мужья побитые, и вопали сон, похоронки, как войну получали. Все сходится. Но написано для Израиля. Но на этом данная молитва не кончилась. Сила ее идет и сегодня для нас. Апостол Павел говорит, Бог наперед это все знал. Нет ни одного события, которое сейчас в городе совершается, которое без ведома Бога было бы. Походит затмение, а может что оно означает, не знаю. Мне не открыто. Считаю, это обычная тень падает от тела, только тень падает от луны, от земли. И все. А может что-то в этом есть? Один только Бог знает. У верующих видите какая отговорка. Как? Ну что это? Да Бог его знает. И все разрешилось. И это не просто человек невежественный, неграмотный. Человек вполне доверяется Богу. Я не знаю, я на каждом жрабу окружен загадками. Да Бог его знает как. Проходит какое-то время, начинает маленько прояснять. А как в тумане? Нееме 9.30. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы. И напоминал им духам твоим через порогов твоих, что они не слушали. Но они не слушали. И ты предал их руки иноземных народам. То есть Бог знал, что они обольтятся. Я мысль тут подчеркиваю. Бог знает народ свой. Бог знает состояние русского человека. Кто-то останется из русских. А сегодня сколько? Везде пишут ужас. Какие там нархологические диспансеры. Как их надо лечить. И где этого нет в Писании? Чтобы мы лечили кого-то, забротились. Мусульман спрашивают, а вот эти люди, которые там нетрадиционной ориентации, что делать? А зачем спрашивать? У нас в Коране написано, у нас в Гиблии написано, сжечь огнем забросать камнями. А ты отвечаешь местным. Местный в России, Мулла. Не надо душой кривить. Потому что бассоны издают такие законы, что даже нетрам нельзя, а нужно говорить темнокожие. А если некрит оскорбление, то это его нация. Слово некрит встречается в литературе, везде в словарях. Если сказать, что садомиты все будут сожжены, на тебя могут подать в суд. Они перевели сейчас в Библию, страшно сказать как, то есть испортили и показали. И Бог знает, для чего, чтобы мы ценили. В православном разнице никакой нет, какая Библия, если они ее не считают. В книге чисел 16-15. Моисей весь огорчился и сказал Господу, не обращай взор от Твоего на приношение их. Бог все знает. Но по молитве святых иногда отвергает молитву других людей. А я буду об этом молиться. Моисей так был огорчен, они молятся, Господи, закрой лицо. Не отвечая на их молитву. Мы можем сегодня и так сказать. Услышу молитву праведных, и что по слову Твоему? Мы не можем точно сказать, с чем молитва доходит, и с чем мы вместе собрались. Это как бы отдельные ручейки, по пескам сухим текут, и что-то уже как речка. Молитва может дойти. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. То есть, ты, Господи, это знаешь. Когда Бог начинает проверять, то оказывается на проверку верующих совсем не столько. Их бывает или больше, или меньше. Почему апостол Павел говорит здесь, что не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ну, он прочитает сегодня, допустим, в храме кто-то, слово Божие сбылось, не сбылось. Можно повторять слова, но ты-то сам знаешь. Сбылось оно не сбылось, значит, слово Божие-то не знаешь. Любое место Писания открыто должно быть для нас. И поэтому работа у священника не в проворот. Вот когда не задумываешься, кажется, ну, понятно, Израиль вошел в обетованную землю. 12 колен, Бог нарезал им 12 участков. Ну, по-нашему сказать, районов, областей. А ведь не 12 Бог нарезал, а всего только 11. Левейскому колену, да левейке, но не дал земли Бог. Как же, не дал, а как жить? А возле голодов там огороды садите. Да как, как жить? Десятину вам будут давать. Да когда земля урыт, вот ройте Слово Божие, копайтесь в нем. Вот где должны копаться. Распахивайте эту целену, сердца людей, с ними трудитесь. Вот задача какая. Когда начинаешь дальше смотреть, вот чем должен священник заниматься. Не депутатствовать, а искать познание путей Божьих и до народа это доводить. Это очень большой кропотливый труд. Чтобы не ошибиться в этом уровне. Ну иногда бывает что-то человек перебирает дома, говорит, сорняки какие-то, бывает на решете или еще как, выбирает. А здесь, даже если что-то ты пропустишь, может быть смертельным ядом. Саму тебе никогда не выбрать. Какое местописание я его знаю, как применить, тебе придет оно сегодня или нет? Господи, ты знаешь, положи мне это на сердце. Как мог Иосиф стать таким, кем он стал? Бог дал знания. Как Даниил среди врагов не погиб? Когда его бросили в армейный урок, Бог знал, что он верит. И бросили за то, что он прямо молился Богу. Открывая окна на Иерусалим. И когда мы встылаемся на знание Божие, это значит, мы полностью во всем доверяемся Богу. Понимание Священного Писания нам дало через святых отцов и через исследование наше. Положите себе все-таки где-то там, за храма сердца, и скажите, вот такой я прихожу в храм, а ухожу с большим доверием к Богу. Вчера я не знал, выпрошил у Бога этой милости. Родные мои не слышали, пусть завтра услышат. То есть тебе все время надо как бы толчок давать, Бог знает, и Он знает, как в человеке много всего. Меня интересует отношение даже к детям. Чуть-чуть где-то заболела, ой, у ребенка температура. Вот значит, что за температура? Я никогда не знаю, она здесь и в семье была, мы среди ребятишек были. Никогда не смотрите на это. А у нее и правда температура, 1,5 градуса. Да в человеке колоссальнейшие возможности заложены в организме. Мы среди микробов плывем, вокруг нас миллиарды микробов, и человеческий организм все это глушит, все перегорает. До 41 градуса организм человека может не трогать, а при 41 он начинает пережигать все эти вредные микробы. Сегодня уже говорят. Человек, и в духовном плане, точно так же, доверься Богу в испытаниях, никогда не ропщи, не ищи какой-то легкости в этой жизни. А скажи, Бог мне это дал. Выйти сил нет, да будет Его воля святая над нами. Помоги нам, Господи, довериться тебе, и под нашу волю твою, поверь, что ты все о нас знаешь вперед. Аминь.